Здравствуйте, друзья! Железов на проводе. Сегодня у нас 25 января 2022 года. На улице 300 градусные морозы. Для Сибири это теплынь. По крайней мере, не катастрофа. Засад спокоен. Он как-то обходится без специальной обрезки, без искусственного штамма, без побелки, без перекопки почвы. После первого года без полива. Все на нормальных корнях, не искусственных. Без опрыскиваний, без ничего. Это такая операция, я называю. Без ничего. Может так и озаглавить этот фильм. Но сейчас тема будет грустнее. Я являюсь единственной в стране, а возможно на планете, садовым патологоанатомом. Время от времени возвращаюсь к этой теме, потому что есть такое выражение, кол на голове тиши. Их ничего не исправишь. Это все последствия, страшные цифры, но они невидимы миру. Невидимы миру слезы. Все это от того, что мы продолжаем. Россия, по крайней мере, это самая северная страна, кто не в курсе. Может, кроме Аляшки и Канады, самая северная в мире страна. И очень далеко от, по крайней мере, потому что еще и далеко он находится от течения теплого и стрема. Южные приемы у нас губят деревья миллионами. До сих пор никто этого не замечает. Поэтому поехали. Не знаю, как назову это. Может быть, короткие уроки железа. Может, я назову это урок патологоанатомии номер один. Но с этим страшным названием тогда и смотреть не буду. Вот дерево распилено. Вот его рана. Справа, видите, через эту рану сюда попало грибы. Но перед грибами была умертлена живая ткань. Она стала мертвой. Запоминайте, гриб-трутовик никогда не ест живую ткань. Он поселился на дереве. Кажется, что он его жрет, что у него зубы. Он ее не ест. Вот он ее просто не переводит в гриб-вечину, а ест именно мертвую ткань. Вначале мертвую ткань. До него она служит пищей. А потом, скорее даже грунтом, а потом гриб становится активным. И мы проклинаем его, не понимая, что он берет свою долю. Это его доля. В данном случае он симбионт. Я буду читать. Почему? Потому что не только рассказывать, но и читать. По той причине, что некоторым так даже удобнее. Я получал такие письма. И какую-то серию делают для них. У меня таких уже где-то 40-50. Таких вот. Прочитываемых моих статей. Так. Вопрос. Почему никто никогда этого не делал? Моя статья. Человек умирает. Его вскрывают и смотрят. В чем причина смерти? Разрезая людей, научились определять и лечить болезни. Да. С удовольствием так же. Свежее фото. Посмотрите внимательно. Видите, справа была рана. Причина не ясна. Почему там была трещина. По этой трещине вначале попал мороз. В скобках умертвляется живая древесина. Потом гриб. Я вывел такое закономерное. Вначале рана. Любое нарушение коры. Генерал мороз. Он ускоряет процесс. На севере быстрее умирают деревья. В скобках. И, наконец, грибы. Я их называю падальщики. А почему нет? Грибы падальщики. А ученых сейчас не так. Они считают, наоборот, что грибы атакуют дерево. Сжирают его, делают раны, а потом мороз убивает дерево. Глава вторая. Когда деревья начинают болеть, садоводы их начинают добивать. Стоит дерево. Его обрабатывают. И обрабатывают. Видишь, что на нем появились грибы. Манилез, парша, трудовик. Все это добро пытаются уничтожить. Но даже если это убрать, дерево остается таким же. Оно как умирал, так и будет продолжать умирать. Вот это вот. Мне надо перевести. У меня есть так называемая книга. Книга постулата. Вот это надо перевести. И назвать постулат 100 или 200 какой-то. Вы, ну я к садистам обращаюсь, к тем, кто учит. Ну, естественно, их ученикам. У нас народ добросовестный, потому что нет ничего проще, чем взять секатор или пилу. Вы просто остановили развитие грибов ненадолго. Вот. Они, конечно, боятся яда, они живые. Это их работа. Уничтожать все они полноценные, слабые. Вот. Очередной распил через рану. Ну, куда наглядеть-то, ну, куда. Не я, Железов, а абсолютно нищая российская садовая наука показала любительскому садоводству свой голый зад. А знаете почему? Чего тут не хватает? Здесь у меня был такой калаш. Это я сделал как. Я взял этот же самый, ну, уже не на фотографии, а живьем. Я же распиливал. Я взял толщиной там несколько сантиметров, взял вот этот распил, очень красноречивый, доказательство, что не надо было делать рану, и положил на книгу. А книгу взял в центральной библиотеке. Тут была изображена красавица, которая стоит задом, голым задом. Вот. И я назвал это, как бы сказать. Ну, в общем, пришлось эту фотографию убрать, потому что кто-то взял и обиделся. Пусть один из тысяч. А остальные с удовольствием некоторые посмотрели на голый зенский зад, а до некоторых дошло, что если вот так резать деревья, мы все будем с голым задом. Поэтому, повторяю, пусть нет этой фотографии, но что делать? Критика пришлось убрать. Повторяю, не я, Железов, а абсолютно нищая российская садовая наука показала любительскому садоводству свой голый зад. Смертельным ранам приписывают свойства продления жизни, здоровья, качества плодов. Представляете, смертельным ранам приписывают свойства продления жизни. Так и пишут. Как ездили 150 лет на деревья, так и сейчас ездят. Специалисты учат, как нужно уничтожить половину ненужных веток. Рассказывают, что благодаря этому деревья увеличат срок жизни. Оно будет здоровее. Качество плодов станет лучше. А потом показывают полугнилые плоды, которые прямо на дереве висят. Надо же, парша. Давайте теперь опрыскивать. Глава третья. Даже спиленное дерево имеет свою ценность. Смотрите. Ну, уже понятно, что угробил дерево. Ну, что, зато какой костер можно. А еще, знаете, эти делают? Вот те же абрикосовые ветки еще какие-то. Они их используют как дым. Уже забыл для чего. Вот. Но используют. Ко мне подъезжали и говорили, нет у вас этих веток фруктовых, нам надо. Вот забыл сегодня. А, для копчения. Для копчения. Вот. Я взял и использовал вот эту фотографию. Она тоже красноречивая. Смотрите. Дерево умерло. Так. На нем ярко выраженное грибное тело. Это как... Для меня это как корни внизу, а это как цветочек. Вот. Я однажды взял... Я запомнил и иногда привожу эту... Как бы его назвать-то? Вот. Посмотрите, кстати. Вот внутренности видели? Вот они. Ну, есть понятно, что в начале было. Это же не шутки. Это не шутки. Я же не просто... Посмотрите. Вот это сбоку рана. Я ее заметил и решил разрезать через нее. Это все очень серьезно, ребята. Вот она, рана. Смотрите, режу поперек. Дело не в этом грибе, а в том, что откроется нашему зрелищу. Какая панорама. Вот она, панорама. Вот этот самый распиленный пополам сучок. Еще раз, может, вам плохо видно. Вот он сучок показывает. Вот. Я патологоанатом. Картина красноречивейшая. Благодаря этому сучку мороз проник вовнутрь. Дерево потерял свое, естественно. Это же не просто так. Это страшная рана. Вот. Дерево потеряло свою морозостойкость. И середина погибла. Назовем это... Как его назвать? Часть древесины погибла. Естественно, что гриб, ура, его вот этот, тот, кто отрезал эту ветку. Гриб проник сюда, благодаря ему. И теперь он во всей красе. Вы видите, как называется, грибное тело. Я его считаю, это как цветок. Почему? Потом появится пыльца. Грибная пыльца. Как его? Споры, споры, споры. Появится. И кто-то скажет, караулу сейчас они уничтожены в соседние деревья. Никогда. Вот. Когда я был новичком, я сам отпилил ветку. На фото слева видно. Туда попал мороз. А потом гриб. Сам гриб внутри, но он там освоился, съел мертвичину. Как вы поможете дереву, если отрубите гриб этот? Никак. А есть такое, да. Знаете, грибы покрывают деревья, берется, это самое, чаще всего использует и учат использовать щетку по металлу. А самое крутое, стамески. Ой, чего только не выдумывают. Когда я прочитал про паельную лампу, я чуть со стула не упал. Матерился, а хорошо никто не слышал. Итак. Надо не калечить деревья. А уже вот эти грибы, кстати, пока дерево живо, относитесь как данности. Не боритесь с ним. Это я вам говорю, Железов. А почему я вам говорю? Во-первых, потому что я являюсь владельцем лучшего в России сада по качеству плодов. Такого, как у меня, нет практически нигде. Есть еще два сада, но хозяева Латинкофф и Боднар. По царству небесное с огромным уважением отношусь, но их уже нет на свете. Далее. Ну, есть еще чудо-платов на Востоке. Есть этот самый Макаров для меня на Западе, я в центре Сибири живу. Вот такие дела. А далее садовый бизнес. Представляете, что делается. Им нужно продать садовый вар. Взяли фотографию из интернета. Вот одна из популярных фотографий. Посмотрите, что здесь отрезали дерево, они же не ведут, что творят. Дерево уже больно. Вот то, что вы видите, то, что мы называем общим словом мхи, или шайники, вот это родственники, они же являются симбиотами с деревьями. То есть на дереве появляется мертвая ткань, для них это почва. А здесь со всей злобой ветку отрезали не просто так. Ей не нужно было отрезать. Ее просто взяли, отрезали для того, чтобы прорекламировать садовый вар. То есть вы думаете, она стала здоровее, она и так уже, дерево, это свежая рана, дерево и так уже помирает, сердцевина уже мертва, видите, сверху кора уже полумертвая, она функцию перестает выполнять. Это та же кожа, как у нас кожа на теле. Так, это я отвлекся. Представьте, что делается. Им нужно продать садовый вар. Взяли фотографию с интернета. Совершенно больное дерево, покрытое грибами и мхом. Предлагают отпилить ветку, заматывать садовый вар, чтобы рана зажила. А это же живая ветка. Это не верится, что процветает страшно. Это то же самое, что подставить руку под топор, а потом к медикам. У нас люди настолько доверчивые. С уважением Валерия Железа. Вот такими короткими фильмами я вас буду забавлять, развлекать, потому что серьезно к этому до сих пор никто не относится. Так, теперь. Будет еще посерьезнее фильмы, пострашнее. А пока, чтобы не было так грустно, я вам расскажу анекдот. Умные поймут, рассмеются все, но часть из вас поймет, к чему я. Помню о том, что деревья, они больны, большая часть, потому что у них основание штамба сгнивает. Основание штамба. В неволе оказывается под землей. Об этом практически никто не знает. Абрикосы, груши однозначно, яблони, вишен, слив, все-таки они еще держатся дольше. Но позже сгнивают. Эти за несколько лет. Груша посажена на ровное место. Короткий век, никто не знает, связан с тем, что чуть-чуть ее стоит глубже закопать, и посажена на ровное место. Я считаю, что через полет и груши нет, не только абрикосы. А смотрят наверх и видят, что-то не сказал, смотрят, видят фигу. Нет, да фигу, фигу. Они видят листья почерневшие, пожелтевшие, свернутые. Они видят много дыр, дерево потеряло иммунитет. А кроме опрыскивать, никто ничего не знает и не догадывается. Я тогда взял и вспомнил анекдот. Ну, напоследок этого короткого фильма. Бабушка приходит к доктору. Ну, как обычно, доктор что-то пишет, не оборачиваясь, раздевайтесь. Бабушка команду выполнила, разделась полностью до нуля. Все с себя сняла. А потом уже по собственной инициативе повернулась к нему спиной. Вот. И наклонилась аж до пола. Представляете картинку? Он поворачивается, видит с удивлением такую позу. Чуть не сказал, какую. Бабушка, вы че? Шла сошли? Вы зачем им это так стали? Вот. Она говорит, у меня болят зубы. Да? А зачем вы пришли ко мне? А как зачем? Корни-то зубов. Там, внизу, в попе, вот и это лечите. Вот так примерно у нас и лечат. Лечат, калечат, калечат. Не знаю, рассмеялись вы или нет. А я заказываю этот фильм, наверное, раз. Таких фильмов будет много. Всего и будет, наверное, доброе сотня. Пока зима, буду развлекаться. Моя разрешение заключается в том, чтобы все это невежество выводить на чистую воду. Все, друзья, до свидания. Фильм номер раз закончен. Я, Железовик Арсенович, прощаюсь с вами. А иногда я буду делать так. Еще не простился. Вот это мой сайт. Вот он. Набираете в Яндексе, в Гугле, три слова. Сайт Судово-Дожелезово. Вот три слова. Просто сайт Судово-Дожелезово. И вы оказываетесь, в верхней строчке будет написано. Официальный сайт опытного хозяйства. Зашли сюда. В фотогалерею вы будете общаться со мной. Вот, видите. В фотогалерею вы увидите, что я каждую неделю а по понедельникам, 16 по муске, провожу лекции. Ну, официально называется вебинары. Вот я выканавливаю ваши деньги. Вот учу, как спасти сады. Учу сады, как спасти их от общепринятых приемов. Отвечаю на ваши письма. Вот. Чудеса у садоводов. У меня же целая, это, уже плеяда садоводов, которые гордо называют себя учениками Железова. Гордо называют. И у них уже есть результаты лучше моих. А мои результаты скромны. Ну, потерпите, а то, правда, подумайте, что скромны. Я, как бы сказать, как бы это сказать. Ладно, возвращаемся на сайт. Нет. А, кстати, вот сюда еще. Мы попали с вами на садоводство по Железову. Так набирайте три слова. И вы на моем канале. Здесь, в моих фильмах, полторы-две тысячи. Вы поверите в это? Вы узнаете миф о колоннах. Особое знание для начинающих, фильмы для студентов. Это, еще раз, канал называется Садоводство по Железову. Канал очень мало подписчиков. Не дотягивает до десяти тысяч. Вот. А мои оппоненты, потом я вам покажу. Вот они, оппоненты. Смотрите. Здесь будет вам, мои оппоненты, показывают, знаете, что? Вот как вот Поливкина, да? Они будут вам показывать, уже идет, как здесь, третий миллион. Как уничтожить деревья. Вот, видите? Это будем тоже проходить. А пока покажу вам фотогалерею. И после этого, с чистой совестью, я вас оставлю в покое. Итак, еще раз. Русских три слова с садоводства Железова. Вы на сайте, и включая фотогалерею. Я надеюсь, что среди вас есть новички, потому что те, кто постоянные участники моих. В Ютубе вот этот мой канал, да? Вы увидите вот эти чудеса. Вот. Здесь першики, здесь абрикосы, здесь вишня, черешня, шелковица. Черные абрикосы, 100-граммовые абрикосы. Еще и больше, чем 100-граммовые. Сливы невероятные. Это лучшая коллекция в России по качеству плодов. Вот. Видите, да? Как крупнее сделать? О, а нет, не получилось. Я вообще оттуда почему-то выскочил. Ну ладно, все равно нам заканчивать. А вот. Крупнее не получилось. Потом однажды, когда, если вы скажете, да, нам нравится то, что вы делаете, мы хотим, чтобы наши дети жили в неискалеченном саду, подчеркиваю, неискалеченном, видите? Вот. Я познакомлю уже с каждым сортом. А вот. Продолжение следует...